Привет, друзья! Вы на канале о моде и стиле, Соня и Киршин. Спасибо, что выбрали посмотреть именно это видео. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как в Америке празднуют Хэллоуин. В этом году я отсняла очень много материала про Хэллоуин и решила разделить его на два видео. В сегодняшнем видео вы увидите все самое интересное, что продается в магазинах к празднику Хэллоуин. И я покажу вам, как я со своим старшим сыном вырезаю тыкву, чтобы украсить порог своего дома, как это делают все коренные американцы. Если вам нравится это видео, конечно, продолжайте его смотреть. Ставьте ему огромный лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое классное видео по понедельникам и четвергам на моем канале. Я сейчас в довольно большом магазине, который полностью посвящен теме Хэллоуина. Заходишь, а здесь такой вот чувак с ножом. Так же можно сознание потерять. В общем, здесь все про Хэллоуин, все для Хэллоуина. Я пошла искать интересные вещи. Естественно, огромное количество не только костюмов, но и разных фигур, которыми американцы, у которых свои дома, украшают свои дворы. И, конечно, они между собой соревнуются, соседи, какое украшение двора получилось самое страшное. Что только они не придумывают. И на самом деле, когда наступает темнота, все это выглядит очень пугающе. Хэллоуин – это современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается он каждый год 31 октября в канун Дня Всех Святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, но официальным выходным днем не является. А с конца 20 века в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику хэллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в России. Жизнь какая! Отрубленные ноги и руки – это обычная девка. Младенцы, конечно, просто жесть. Здесь есть довольно большой уголок для домашнего декора, где можно купить всякие картинки, рюмки, подушки, куклы, бутылки, термосы, подсвечники. Все с тематикой хэллоуина. Вот эти два героя – это, наверное, из мультфильма «Мертвая невеста». Вот эта классная штука мне понравилась. Это знаете, зачем? На дверь вот так вот вешать. Здесь кладбищенская тематика вся. Куча всяких интересных костюмов. Мне очень понравился вот этот. Это из «Гарри Поттера» – «Дарк Визард». Очень крутой костюм. И стоит он так неплохо. 60 долларов он стоит, цена на каждом указана. И мне вот этот еще понравился «Раби». Соклассика жанра. Боюсь, что Андрей захочет быть ради. Тогда я с ним точно никуда не пойду. Есть священник. Священник – классный костюм. Может, Андрей захочет священник ему. Вот это реально классный костюм. Ну, костюмчиками «Монашек» вас, конечно, не удивить. А вот этот мне понравился «Доктор Шоттс». Классный костюмчик. Классный костюмчик. Медсестрички в белом, в черном, в любом. На любой вкус. Для девушек есть даже костюмчики плюс сайз. Вот можно купить себе костюм в «Гангстер». А можно «Гангстера» вот в таком костюме купить. Костюм в полоску. И сколько стоит «Гангстер»? 50 долларов, кстати, стоит «Гангстер». Абсолютно любые краски для грима на лице. Любые цвета. Абсолютно любые краски для грима на лице. Малочка. Как паук. Здесь тоже можно скупить. Я даже боюсь, как-то сильно боюсь. Ладно, попробуем. Чуть-чуть не происходит. Он на меня прыгает. Это очень страшно. Это было очень страшно. Реально страшно. А представляете, как он в темноте? Здесь маски просто любые, которые вы когда-либо видели. И в разных местах, в разных фильмах, в разных спецэффектах. Они все здесь. Все самые жуткие герои ужасиков. Они все здесь. Именно зайдя в этот магазин и увидев все это невероятное разнообразие всяких прикольных штук для Хэллоуина, и я решила, что в этом году точно делаю видео про Хэллоуин в Америке. Это очень классный праздник. После того, как Хэллоуин начал активно отмечаться с 19 века в США и Канаде, он распространился по всему миру благодаря влиянию американской культуры. При этом существует ряд региональных различий. Например, в Ирландии принято устраивать крупные салюты, а в Шотландии этот обычай отсутствует. За пределами стран, где живут потомки кельтов, праздник носит скорее коммерческий характер, чем культурный или ритуальный. Этот праздник отмечают даже в Японии и устраивают крупные ежегодные парады. Вот то, что я вам очень хотела показать. Это фог-машина. Такая машина, которая делает суман. И вот в сочетании со всеми этими спецэффектами, которые я вам показала, представьте себе, что все это еще в таком тумане стелящимся. В прошлом году мы всей семьей гуляли в городе Сан-Матео, где люди, ну, прям зашляются на эту тему. Было очень круто, а местами даже реально страшно. Я отправилась дальше по магазинам, посвященным Хэллоуин тематике. Ну, этот дракончик, конечно, детский лепет по сравнению со всем тем, что я уже видела в предыдущем магазине. И здесь еще вот такие вот есть а-ля снеговики из тыкв. Это тоже Фостер-Сити, но соседний магазин. И все вот эти фигуры – это для украшения двора. Украшения – это, конечно, я загнула сейчас. Это огромное помещение бывшего той-за раз. Он сейчас разорился, и здесь открыли вот такой вот магазин временный. Наверное, он будет посвящен разным тематикам. Новый год, новогодний тематик. Да, количество самых разных товаров на Хэллоуин просто потрясает воображение. Но не думайте, что американцы настолько легко расстаются со своими деньгами. Все уже давно подсчитано. В этом году предполагаемая прибыль от продаж всего этого, ну, скажем так, декора на праздник Хэллоуин составит 9 миллиардов долларов. А каждый, кто примет участие в праздновании, потратит 86 долларов 79 центов, что на 66 центов больше, чем в прошлом году. Ну, бутылка аромы, естественно, донат. Какая же Америка может быть без пончиков? На полу оказалась вот эта шапка, но что-то мне подсказывает, что какашкой никто не хочет быть даже на Хэллоуин. Ого, какая здесь шикарная буа мне попалась. В этом году 175 миллионов американцев планируют принять участие в разных фестивалях, посвященных Хэллоуину. Вот такую кошку я встретила в Таргете. И вообще в Таргете, я думаю, самая интересная экспозиция. Может быть, не столько из-за огромного выбора, сколько из-за вот этих вот красных стен, которые, в принципе, изначально красные, но в качестве фона для декора на Хэллоуин выглядит очень хорошо. Вот эти штуки просто огромные. Они надуваются воздухом. С тыквой, конечно, очень крутая. Ну и вот эта тоже прикольная. И здесь мне нравятся вот эти светильнички. О, все, иди же лица. О, все, иди же лица. Лерой, мы с тобой что сейчас будем делать? Тыкву эту здоровьем, я не боюсь, что она не разума, что здесь я не вижу никакой тресины. Привет! Молодец. Привет, друзья, вы на канале о моде и стиле с Соней Киршин. Это первое видео, которое я записываю вместе с Лероем. Сегодня мы с ним готовимся к Хэллоуину и будем вырезать из огромной тыквы с помощью специального набора. Будем вырезать... Молодец. Будем вырезать классную страшную тыкву. Хочешь показать всем зрителям, какую тыкву мы будем вырезать? Да. Огромная тыква у нас в этом году и вот такой специальный набор для вырезания тыквы. В прошлом году, кстати, мы с тобой, помнишь, делали тыкву без набора и было очень трудно, помнишь? Да. Очень мучились с японским ножом. А в этом наборе специальные ножи и специальные вот такая вот лопатка. Да, с японским ножом мы здесь мучились полудня ночью. Картинки внутри набора. Мы уже выбрали картинку с Лероем. Вот эту Лерой хочет сделать. Сейчас мы ее будем переводить прямо на тыкву и вырезать вместе. Вот, Маша. Вот, прямо здесь, здесь прямо все четыре. Все четыре стадии работы. Ну все, начинаем. И еще одна такая са. А что нам для этого нужно? Нужно здесь сделать такую дырку, поставить петьку яркую, тогда будет на весь ночь и утро гореть. Все поняла. Так и сделаем. Только туда нужно поставить, выкрутить цвет, тогда будет ночь. И будем смотреть все зрителям, показывать, какая она страстная. Справимся? Справимся. А куда мы это управляемся? Где там это все носит? Вот такой носит. Да тут на целую кашу хватит. Леро, сварим кашу вечером? Да. Супер. Это будет каша космонавтов, ты знаешь? Да. Ты вчера дал мне свои. Вчера я забыла, прости. Давай сегодня вытащим оттуда всю начинку. У тебя есть специальная лопата. Сиди и вот эту всю начинку вытаскивай. Смотрите, какая красота. Ой. Посмотри, как видно. Даже не верится. Даже не верится, что такая красота может быть внутри, да? А здесь золотое. Желтое, да. Даже как-то не кусать нельзя. Так, значит, Лерой, давай догадимся так сразу. Нож вот так вот вертикально мы не держим. Не держим. Понял? Только вот так держим нож. Хорошо, когда не работаем. Все, давай, доставайте на носиле, доставайте все расчеты. А, слюб, слюб, слюб. Да. Ты-ка на семена вытаскивать. Ну-ка, дай посмотреть, как много там осталось. Давай посмотрим. Ух, ничего себе, много, Леруха. Давай, работай. Вот они, все семена уже на столу валяются. Супер, так а почему они валяются-то, они в миске лежат? Лерой, я свою работу сделала. Я вырезала дырку. Твоя работа, достать все семена. Давай, иначе мы не продвинемся и будем до завтра делать. Ужакайник, пойдем, надо будет до консетовики, и мы все будем пипы вырезать. Не волнуйся, быстро вырезаем. Окей. Получилась такая красивая внутри полосочку. А вот здесь вот вся начинка и семена. Мы положили влажную картинку на тыкву, обернули все это пластиковой пленкой, и сейчас я положу ее себе на колени, буду вырезать. Надеюсь, что смогу что-то и в процессе снять, если не буду сильно уставшая и нервная. Девять, иначе все так. Очень хотела, давай пробуй, не сдавайся. Давай, я тебе помогу, в эту дырочку засунем. Ты погнул нож, Лерой. Ну как же так, сынок? Потому что пришлось вот так вот сильно давить. Я не умею. Ладно, на следующий год еще раз попробуешь. Не переживай, ты мне будешь сейчас говорить, какую деталь за которую вырезать. Хорошо? Хватит каркать мне. Накаркал уже, да? Хватит каркать. Накаркал уже. Нет, я волонам говорю, хватит каркать мне, здесь уже тыкву на тебе вайзать. Один глаз у нас уже получился, не идеально. Конечно, но в любом случае это намного легче, проще, чем в прошлом году. У меня было сейчас будем достывать второй глаз. Готовь, Лерой? Да. А вот он, второй глаз. Вот такой, вот такой, а он мне классный кусок. Куда ты получилась данная? Сейчас вот еще. А, нет. Это все, вот такая. Так, что у нас там все еще мы вырезаем в антрукции, Нужно вырезать еще нос. Нос теперь? Да. Хорошо, вырезай нос. Вот он нос. Не думаю, что ее не выбросит из маленьких бак. Только вниз, в ней бак внизу, который стоит, можно вытащить. Вот такая у нас получилась тыква. Рука у меня просто еле живая. Завтра, наверное, я не смогу ею пошевелить. Очень тяжело, очень долго вырезать. Но все продумано до таких мелочей, что делать это действительно удобно. И даже я, в принципе, человек с не очень сильными руками смогла это сделать. А тыква, кстати говоря, огромная. Я хочу это немного поаккуратнее вырезать, потому что снаружи все прямо идеально. А когда будет свеча изнутри подсвечивать это все, хочу, чтобы такая четкая графика была. Подправим чуть-чуть еще, Лерой? Да. Хорошо. К папиному приходу успеем? Да. Мне осталось только обработать эту тыкву очень концентрированным раствором хлора, чтобы она сохранилась как можно дольше. Но это уже минутное дело по сравнению с проделанной работой. Но получилось, конечно, круто. Намного интереснее и сложнее, чем в прошлом году. Ольга, посмотри, какая тыква. Лерой, покажи ему тыкву. Вот она. Тыква. Тыква крутая получилась у нас в этом году, да, Лерой? Да. Лерой, еще одну будем делать? Да. Вот такую. У нас сегодня настоящий день тыквы. Мы с Лероем сделали тыкву, а потом на вечер я всем сварила кашу с тыквой. Это очень вкусная космическая каша. Пшенка с тыквой. Вкусная, Лерой? Какой праздник будет? Какой? Хэ? Хэллоуин. Хэллоуин. Будем ходить и просить что? А где ты? Это светильник Джека, главный символ праздника Хэллоуин. Он представляет собой тыкву, на которой вырезано зловещее, усмехающееся лицо. Внутрь тыквы помещается зажженная свеча. Впервые светильники Джека появились в Великобритании, но первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что подобный плод, оставленный в день всех святых около дома, будет отгонять злых духов. Это все, что я хотела рассказать вам в этом видео. Если оно вам понравилось, конечно, ставьте ему большой лайк и подписывайтесь на мой канал. И обязательно загляните в инфобокс, там я оставила ссылку на такой же набор, которым я пользовалась со своим ребенком, чтобы вырезать тыкву очень просто. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok